итак похоже что не только я один здесь схожу с ума дуглас также видит монстров и мы спустились метро чтобы отправиться домой обратите внимание на рекламные щиты которые находятся в подземке этого метро мы их еще увидим но уже только в четвертой части леди заперта и мэны тоже заперта да очень тихо здесь и это сильно пугает билетики на верхушке билетного аппарата лежит газета смерть на хэйзл стрит 4 числа около 11 часов вечера мужчина ожидавший поезд на платформе станции хэйзл стрит упал на рельсы и был обезглавлен прибывающим поездом шедшим со станции колледжа святой ренаты жертва погибла мгновенно хотя полиция еще не определила была ли смерть случайностью или самоубийством свидетели утверждают что погибший не выглядел нетрезвым и вероятно спрыгнул с платформы сознательно личность погибшего по-прежнему не установлена он был в возрасте около 40 лет ростом около 175 сантиметров и был одет в черную куртку это газета четырехмесячной давности что она тут делает заметьте сколько раз цифра 4 была упомянута в этой сводке о смерти и кстати та платформа с которой он спрыгнул по моему тоже была под номером 4 а как известно цифра 4 обозначает у японцев смерть а здесь карта подземки но и без нее я знаю как добраться домой мне нужно на поиск берджан стрит на третьей платформе берджан стрит я не могу пройти потому что у меня нет билета но похоже я могу пройти через открытые дверцы справа конечно я могла бы перепрыгнуть но это было бы некрасиво кстати особо внимательные фанаты разглядели в этой будке в которую правда нельзя попасть но можно посмотреть через стекло и увидеть сверху две картины это скриншоты из второй части игры там где джеймс впервые встретился с монстром а в туннеле даже здесь разработчики умудрились воткнуть пасхалку карту мы все-таки возьмем вот она это станция хайзл стрит нам нужно на третью платформу давайте посмотрим как туда проще всего попасть итак нам нужно спуститься вниз по лестнице и потом направо вроде как не сложно кстати здесь также есть еще и указатели чтобы не заблудиться и так нам нужно на берджин стрит что самое интересное что как наверняка многие знают при создании первой части разработчики очень сильно вдохновлялись фильмом лестница якова так вот как раз название станции биржен стрит и само метро было нагло слизано из этого фильма лестница подземки итак нам нужно третью платформу вперед и направо да похоже мы правильно идем что у нас патронами у нас есть 8 кусков мяса и 46 патронов для пистолета в принципе неплохо 5 пузырей 3 аптечки и 1 ампула да метро является достаточно запутанным местом но я постараюсь здесь сильно не заблудиться тем более монстров здесь как видите не особо то и много и вот мы попадаем на третью платформу но есть одно но и решетка и вроде казалось бы достаточно спуститься вниз и пройти по рельсам но не тут то было откуда ни возьмись вдруг ну в общем как вы поняли бегать по рельсам здесь очень небезопасно так давайте снимем бронежилет сделаем нашу хизер немножечко подвижней посмотрим что у нас на этой стороне а здесь у нас похоже обитают бездомные дворняги у меня есть мяско для вас пёсики похоже моё мясо им нравится больше да здесь заперто убегаем отсюда к чёрту еще и музыка такая заиграла так ладно а что же нам делать дальше нужно каким то образом попасть на ту сторону третьей платформы ну ладно раз уж мы здесь давайте обследуем еще и четвертую платформу как раз где сбили нашего бедолагу здесь лежит какой-то журнал я уже читала это очень давно это просто мелкий оккультный журнал по моему все это хрень но хотя для смеха почитать можно души тех кто внезапно погиб в результате несчастного случая или самоубийство не осознают свои гибели иногда они остаются на одном определенном месте и не уходят эти духи потеряли свои человеческие чувства и воспоминания и могут лишь вновь и вновь испытывать боль и скорбь момента своей смерти боль может стать настолько сильной что они могут воззвать к людям о спасении или же они завидуют жизни других людей в такие моменты они могут завладеть человеком места известные как популярные места самоубийств или места частых несчастных случаев очень часто причастны вам необходимо быть осторожным если вы попадете в такие места особенно если это происходит в тот день или время когда кто-то умер это важно если вы не хотите чтобы с вами случилось то же самое да похоже хизер не особо верит в различные оккультизм и здесь у нас опять перекрыто и и и и и и только и 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 стэш йо трэш прям стихами написано так здесь похоже опять больше ничего нет да совсем не обязательно было посещать это место но зато мы посмотрели как хизер пытались кинуть под поезд противопожарные ставни закрыты их так просто не откроешь так что забудем если мне просто надо войти мне не подойдет обычно маленькая дверь черт как же я сам не догадался фух мне аж немножко передернуло ряд телефонных кабинок но они все сломаны что ж тогда тут звонила похоже рекламирует какой-то парфюм а здесь кошачью жратву и и какой-то фастфуд так здесь у нас дверь закрыта где все люди как вы могли наверно уже понять мы не находимся в сайлент-хиле откуда в сайлент-хиле может быть метро собаки у меня есть для вас мясо может быть в этот раз а эта станция выглядит очень жутко а черт хотел посмотреть что здесь есть полезного но здесь похоже ничего нет только лестница вниз здесь у нас лежит тиски для орехов опять боем орехи щелкать кизер путь завален мусором я не могу пройти тут ржавые и не поворачиваются предназначены для колки орехов так давайте взглянем карту так здесь у нас завал вышел на платформе у нас а что это вообще за платформа первая вторая первая вторая платформа между платформами это как это так многоэтажная платформа 3-4 а это первая вторая платформа все правильно то есть здесь получается многоуровневое метро да отстаньте вы от меня да похоже собачки проголодались хм а кто это у нас тут лежит путь завален мусором я не могу пройти тут мусором тут похоже какой-то мертвый бомж валяется тут кто-то спит все это красное вокруг это кровь этот парень не спит почему я совершенно не удивлена мне кажется мои чувства слегка притупились от этого кошмара ну да не удивительно учитывая то сколько уже тут хизерно смотрелось на трупов для нее уже все это смотрится обыденным так здесь бутылочка почему ты ее не берешь давайте еще раз глянем на карту так здесь мы здесь получается перекрыто и в принципе больше нам тут делать нечего валим отсюда ух ты сколько вас тут много бумс да знаю знаю что ты знаешь куда тебе нужно и здесь у нас цепи удерживают двери закрытыми с помощью болта и гайки гайка крепко затянута я не могу открутить ее руками ну для этого у нас есть тиски для орехов тадам дверь открыта да станции метро становится все мрачнее и мрачнее кто сказал мяу ну я вновь это не собаки так кричат это подарочная коробка может это подарок на день рождения нет не думаю никто из тех кого я знаю не стал бы дарить мне такое но я все равно возьму его он должен быть полезен против монстров ну еще бы это дробовик я думаю кто то ставил его тут по ошибке но кто это мог быть кто то поздравляет нас с днем рождения подарочная коробка с дробовиком наверное это является отсылкой к фильму терминатор 2 здесь у нас также имеется две пачки патронов дверь закрыта ну чёрт откуда ты тут взялся тебя тут не было толстяк что это за тварь ну чёрт лучше нахрен его обойти стороной кажется он меня приметил эти монстры называются бешеная раковая опухоль классное название для таких тварей а стремянка и тачки загородили проход я не могу пройти просто на самом деле хизер лень перешагивать через препятствия это просто противопожарные ставни они никуда не ведут по-моему мы практически пришли не предвещающие ничего хорошего похоже здесь нахрена нет и 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 с и и и и и и быстро обратно если ты не хочешь погибнуть как вожатая клава и многие когда доходили до метро долго не понимали что здесь черт возьми вообще делать а нужно просто-напросто сбегать быстренько сюда попробуйте открыть эту дверь и вернуться обратно на платформу как можно быстрее и в этот раз поезд немножко не успел собак похоже прокатала где наши дуги вон они наши дуги ох ты спряталась емае я же здесь не пробегу здесь ничего больше нет за чем было заходить в поезд а потом пытаться из него выйти хизер ты же сама хотела добраться домой на метро этот символ нарисован на полу надеюсь на меня не будет наложено проклятие если я просто на него наступлю здесь кстати есть забавный момент можно выйти через заднюю дверь но это ни к чему хорошему не приводит ладно хватит уже убивать сегодня хизер на полу журнал не выглядит особо полезным не знаю даже если смысл тратить на них патроны ах вставай позволилось так надо наверно что нибудь съесть поезд выглядит достаточно атмосферно ну реально куда то едем мы реально куда то едем патроны для дробовика нам еще пригодятся поэтому не стоит его сейчас тратить кстати если повернуть назад и патроны пистолет и попробовать выйти мы увидим что задние вагоны постепенно отцепляются пустая банка из подсока просто еще у нас странно что в этом вагоне больше ничего нет но похоже он изрядно пострадал от вандалов опять этот толстяк попробуем протизнуться какой ты красавчик да еще и голый очень это что это это Продолжение следует...